отрицательная посадка российской сушки советы от губернатора краснодарского края и совет от нас стримаусову кирилл наркотики до добра не доводят утка носа пис пруду репродуктор гимн заводит с русским гимном в день пойду всем привет с вами ева николашвили эта программа в тренде здесь мы развенчиваем фейки сообщаем самые резонансные новости за день ну и немного шутим появились первые кадры разрушения северного потока видео почти стопроцентно доказывает что это была диверсия россия опять нанесла удары бьют по критической инфраструктуре с утра зафиксировали прилеты по разным регионам украины наиболее пострадали киев и житомирская область тут без света остались районы и населенные пункты ворог вероломно здеснив обстрел объекту энергетичной инфраструктуры житомирщины на разе 11 населених пунктов залишились без света разом с тим працюють ремонтні бригады энергетиків працюють рятувальники и для переподключения с аварий иде аварийный переподключения резервных джерел живлення в то же время президент украины владимир зеленский в твиттере заявил с 10 октября рф разрушила 30 процентов электростанций в украине из-за этого по всей стране массовое отключение электроэнергии россияне этому конечно же бурно радуются пишут соцсетях как они довольны что в украине не будет света и отопления и не понимают что таким образом лишний раз доказывают что они террористы ведь от обстрелов электросетей страдают гражданские люди вот смотрите вчера в ейске это в краснодарском крае на жилой дом упал военный самолет военный самолет с полным боекомплектом который явно летел бомбить мирные города украинцев российские власти уже сказали что это был учебно-тренировочный полет но задумайтесь разве на учебно-тренировочных полетах у самолетов полные боекомплекты по данным российских сми погибло 13 человек в том числе три ребенка еще 19 человек пострадала это много но наверное а сколько людей погибло в мариуполе к чему это я именно съездка в том числе взлетали самолеты чтобы бомбить мариуполь и тогда вы россияне тоже радовались обстрелом ну что почувствовали на себе как это когда бомбят жилые кварталы и кстати почему ваш пилот даже не попытался отвести самолет подальше от жилых кварталов а просто катапультировался нормально это сбили да да потому что в россии все думают только о себе а большинство просто не думает вот как например губернатор краснодарского края он советует родным погибших идти на работу с хорошим настроением честно у меня даже нет слов как это комментировать в россии вообще все губернаторы как на подбор один лучше другого акт невиданной щедрости от местной власти семьям мобилизованных говорят приходите вас ждут продуктовые наборы течение октября месяца семьи мобилизованных горожан могут обратиться центр поддержки семей участников за единоразовым продуктовым набором состоящими свежих овощей это капуста картофель морковь свекла лук все выращено в пригородах города якутска сразу видно заботятся за такую страну и умереть не жаль ну подумаешь бронежилеты дают плохие ну как плохие с дырками ничего страшного и такие пойдут поэтому странно почему эти мобилизованные отказываются ехать в херсонскую область нет правда странно ведь херсоне вас же ждет такой патриотичный коллаборант стримаусом который готов присоединить к россии весь мир нет правда вот он вчера в своем телеграм даже видео с такими стихами выложил давайте послушаем вижу пагоды в шри-ланке и корею и китай где бы я не ехал в танке всюду мой любимый край вижу речку амазонку крокодилов вижу я это русская сторонка это родина моя недалече пирамиды нил течет богат водой омывает русский берег русь моя горжусь тобой и кстати россияне у вас есть возможность лично послушать стихи стримаусова ведь песков заявил что путин не издавал указ о завершении частичной мобилизации в целом по стране расслабились рано но вы можете сделать как этот российский зэк он оказался умнее многих россиян и сдался в плен видео с уголовником который повоевал два дня выложили в сбу зэк рассказал что его и других вербовал лично глава чвк вагнер пригожин но все оказалось не так как говорили обещали смыть грехи но на самом деле используют российских уголовников в качестве пушечного мяса для разведки украинских позиций на передовой до свербовали нам сказали совсем другую историю нам сказали что у вас сразу не кинут на передовой мы должны пройти были курс две недели потом с опытными ребятами на втором плане смотреть как они это делают как зачистку это делают и прикрывать все ну а тут совсем все не так так что мобилизованные сразу сдавайтесь в плен украинская армия не российская тут не пытают и не издевается если не верите то вот вам видео доказательства от оккупантов которые вернулись в россию по обмену издевались над вами не было такого издевались а напоследок мы вам покажем как доставляют мобилизованных на фронт а нет ошиблись это едет кортеж 22-летней дочери кадырова и по совместительству министра культуры чеченской республики ну просто хорошему человеку и машин не жалко до на этом все спасибо что смотрели нас лайкайте и подписывайтесь на наш канал а еще пишите в комментариях какая новость вас впечатлила больше всего